Добрый день, это Игорь Виттель в программе «Парадокс» с Игорем Виттелем, как это неудивительно, на волнах Финам ФМ. Наш телефон в студии 6510-99-6, код города 495. Сегодня мы беседуем о малом бизнесе в России. В студии у меня председатель Всероссийского движения «За честный рынок» Илья Хандриков, но я надеюсь, что еще гости появятся у нас по ходу передачи. Илья, добрый день. А вот и появляется у нас, вбегая в студию, Александр Малес, президент Евросети. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Илья. Пока Александр отключает телефон и надевает наушники, мы пообщаемся с Ильей. Илья, что происходит вообще с малым предпринимательством? Потому что последнее время на эту тему, при всем моем уважении к малому предпринимательству и к бизнесу малому, просто какая-то истерика. Все так шумят из-за повышения налоговых, по-моему, отчислений. Да, страховых взносов. Страховых взносов, да. А если вы подробно объясните нашим радиослушателям, что на самом деле происходит, и откуда взялась такая резкая реакция? Ну, все достаточно просто. Еще в 2011 году предприниматели, когда ввели повышенные страховые взносы для, так сказать, малого бизнеса, предприниматели активно выступали. И в 2011 году, я помню, у нас даже были два митинга. Один проводил Всероссийское движение «За честный рынок» на Пушкинской, а другой параллельно проходил напротив Дома правительства, которым руководил Путин. И там это мероприятие готовило опора, и там были, на автобусах приехали из многих регионов предприниматели, которые протестовали против 34% этого налога. И, вы знаете, правительство изменило свое отношение, и были снижены ставки. А сейчас они опять их собираются повысить? Сейчас новый этап. Сейчас, как говорится, мы добрались и до индивидуальных предпринимателей. То есть, индивидуальные предприниматели всегда платили... Достаточно вменяемые налоги, да. Да, 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 достаточно вменяемые налоги. И, по сути, вот большая часть предпринимателей была сосредоточена как раз на потребительском рынке и услугах. И вот это единственный сектор был, по сути, как говорят сами предприниматели, в котором можно было еще работать и какие-то копейки зарабатывать. Теперь с новыми взносами... А, кстати, что собираются делать? Там, по-моему, 30 с чем-то тысяч в год, да? Значит, страховой взнос был там с 17,208, повышается с 2013 года до 35,665 рублей, если быть точными, и 2015 год в три раза повышение. Хорошо, на это, точнее, плохо, но на этом мы пока остановимся. Вопрос Александру. Тут вопрос от телезрителя сразу, не напоминает ли это сворачивание НЭПа в свое время, которое также задушили неимоверными налогами. Вопрос, напоминает ли и нужен ли нам вообще малый бизнес? Ну, сворачивание НЭПа пока не напоминает, потому что все-таки мы говорим о налоге, что он с полутора тысяч рублей в месяц растет до трех тысяч рублей в месяц. И надо отметить, что это один из немногих налогов, которые реально можно собрать, потому что у нас малый бизнес в принципе не платит налоги. Какие бы мы ни говорили, что налоги, они большие или маленькие, нужно быть честным перед самим собой и признаться, что малый бизнес у нас налоги, в общем-то, повально не платит вообще. Ну, одну секундочку. Где статистика, что он не платит налоги? Статистика, вы когда-нибудь сантехника вызывали к себе домой? Это малый бизнес. Вы его заплатили наличными, и я гарантированно вам могу сказать, что никаких налогов вы не заплатите. Какой малый бизнес сантехник? Расскажите мне, пожалуйста. Сантехник это ЖКХ. Сейчас, подождите, подождите, Илья, дайте договориться. Малый бизнес сантехник, это если вы его вызывали, вы знаете, что вы вызываете не у ЖКХ, а по объявлению в газете. Неправда. Неправда? Нет, нет, абсолютно неправда. Я его вызываю из ЖКХ, специальный ЕСДЭС, приходит сантехник. И я таки, да, пытался ему давать деньги в награду, потому что он делал работу, на мой взгляд, выходящую за рамки его. И он деньги-то не взял. Я ему еле-еле... Значит, вы не столкнулись с малым бизнесом. Если бы столкнулись... Подождите, я сам малый бизнес. Индивидуальный предприниматель, который не платит налоги. Что значит, мы не платим налоги? Игорь, вы очень редкий индивидуальный предприниматель, который платит налоги. Это очень здорово, повально. Индивидуальный предприниматель налоги не платит. Мы это очень хорошо знаем. Давайте определяться с понятиями. Во-первых, есть индивидуальный предприниматель, а есть малый бизнес, который просто зарегистрирован как ОАО, но малый бизнес, занимающийся малым бизнесом. Это разные схемы налогообложения. Я вас и уверяю, индивидуальные предприниматели платят еще как. У них другого варианта не остается. Может быть вы имеете ввиду платежи таможенные, если у вас в душе обида на маленькие компании, которые серые телефоны завозят? Я абсолютно не про серые телефоны, я про то, что среди в том числе представителей практически всех профессий мы видим, что все деньги, которые не получены безналом, на которые действительно невозможно не заплатить налог, среди денег, которые получены наличными, мы это очень хорошо мониторим, как правило налоги не платят. А можно я обращусь сейчас к радиослушателям, если среди вас есть представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, просто малый бизнес, позвоните пожалуйста к нам сейчас в студию 6510996, можете так анонимно звонить и рассказывать платите ли вы налоги, только честно. Да, продолжаем. Окей, поэтому для меня это не вопрос 3000 рублей в месяц, телефон загорелся сразу всеми линиями. В конце концов это довольно маленькие деньги, если вы большой бизнес, то вы платите на труд конечно же гораздо больше, это и НДС, и ЕСН 34%, и если например человек получает зарплату 30 тысяч рублей, то как большой бизнес вы за него заплатите 17 тысяч рублей налогов, а не 3000 рублей. Ну а как маленький бизнес, на самом деле для маленького бизнеса это 17 тысяч, для маленького малого предпринимателя. Невозможно. Хорошо, послушаем радиослушателям, вон у нас телефон прямо раскалился, Егор, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый день, вот я индивидуальный предприниматель, у меня детская балетная студия, плачу все налоги абсолютно каждый раз, вот сейчас последний раз у меня за четвертый квартал, например 100 тысяч. А вы индивидуальный предприниматель или у вас по другому как-то бизнес? ИП, индивидуальный предприниматель. Скажите, для вас повышение 17 в два раза будет серьезным повышением? Нет, для меня не будет серьезным повышением, в любом случае я буду платить, как и платил, так сказать, потому что, ну, естественно, все должно быть честно и по другу других путей не вижу для себя, мне так спокойнее, 6% упрощение. Спасибо, Егор, спасибо большое, Егор. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я слушаю вас. Ну, смотрите, я и малый предприниматель, и индивидуальный предприниматель, и разные у меня есть формы. Хорошо, налоги платите? Я плачу, но я вам могу сказать, что есть две причины, почему заводят индивидуальных предпринимателей. Это напрямую, когда хотят заниматься какой-то предпринимательской деятельностью, с одной стороны, а с другой стороны, часто это делается для того, чтобы уйти от намного более высоких налогов. Ну и что, это делается во всем мире и всегда, кто хочет платить высокие налоги. Люди имеют право легально оптимизировать свое налогообложение. Вопрос. Для вас, как для ИП, повышение с 17 и 34, 5 станет смертельным? Вы же знаете, да, что это вычитается из налога, из этого 6%. То есть, на самом деле, если человек платит 6% налога, для него это не может стать заметным. Спасибо большое. Спасибо большое. И мы слушаем Александр. Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Я малый предприниматель, да, но у меня в консалтинге компании на протяжении 20 лет, и как все же людей, как не платить налоги. Я считаю, уплаты налогов, это вредство и стерилизации, это бомбы, кровь, насилия. То есть, вы принципиальный неплательщик налогов? Я вынужден платить, и мои клиенты, а их прошло через меня тысячи, они тоже платят, но мы всячески уменьшаем эту сумму. Тогда вопрос, еще раз повторю свой, повышение с 17 до 35 станет для вас смертельным? Смертельным не станет, но будет неприятно. Хорошо. Для вас это такая значительная сумма? Вопрос не в том, что это значительная или незначительная сумма, а как раз те, кто платят 6%, на самом деле все 6%, для них это вообще нисколько. У нас бунтуют те, кто эти 6% не платили. И платить не собираются. Ну или они получают 100 тысяч рублей, показывают налоговую 5 тысяч рублей, и тогда действительно для них это деньги. Мне очень жалко, что вот такое мнение бытует у специалистов, о которых ведущий говорил, что он великолепный бизнесмен и так далее. Мне очень стыдно за то, что я слышу такие слова. Не надо за меня стыдиться. Нет, я не за вас стыжусь. Трагедия заключается в том, что... Вы не можете донести свою мысль для нас неразумных. Нет, трагедия заключается в том, что, во-первых, государство должно, именно во всех странах цивилизованных, государство защищает малый бизнес, как самый беззащитный. А достаточно крупный бизнес у вас в компании, не маленькая, он имеет другие ресурсы, другие инструменты. Например, вы можете назвать те офшоры, в которых у вас бизнес сосредоточен, через которые он проходит. У нас бизнес не проходит через офшоры. Ну, вот я не могу это комментировать, но я могу сказать, что для большинства компаний... Одну секундочку, нет, значит, вы не можете комментировать. Или вы доподлинно знаете структуру евросети, где у нее находятся офшоры. Нет, я имею в виду, это как вопрос, потому что большинство крупных компаний, все торговые сети, с которыми конкурирует основная масса малого бизнеса, все сосредоточены в офшорах. Но это не так... Значит, послушайте, есть замечательные исследования... Простите, Александр, можно я за вас ступлюсь? Есть исследование известного очень экономиста Якова Миркина, посвященное коррупции и офшоризации экономики. Так вот, 25%, если мне не изменяет память, компания с крупным оборотом, только 25% находится в офшорах. И с оборотом до миллиарда рублей, по-моему, эта цифра под трясти после выпуска... Ну, сейчас возвращаемся в студию. Это Игорь Виттер с «Парадокси» с Игорем Виттерем. Александр Малес и Илья Хандриков у нас в студии. Звоните нам, 6510-996, код города, 495 индивидуальные предприниматели и малый бизнес. Звоните нам или пишите на сайте финанс.фм. Да, Илья. Да. Ну, готов спорить, что в офшорах больше значительно, раза в три больше, но это детали. Значит, сейчас хочется сказать, что когда мы говорим об очередном повышении, это вот социальные выплаты, надо отметить, что это один из пунктов, по которым идет массированное наступление на малый бизнес и на индивидуальных предпринимателей. Это, по сути, выталкивание с рынка идет. Значит, по ассортименту... Одну секундочку. Одну секундочку. Массированная атака со стороны кого? Кому это выгодно? Это вот злодеи крупные сети воздавят? Или это правительство решило? Все хорош. Я думаю, что можно сказать, что это комбинированный подход, потому что у нас есть крупные сети, хозяевами которых являются и чиновники, и силовики, и депутаты, со-хозяевами. Не в случае Евросоюзии вроде бы. Нет, ну я не беру Евросоюзии... Ну, там с седьмым континентом Груздев был владельцем. Ну, там много чего, там тоже люди афигированные. Да, вот про седьмой континент, если хотите, поподробнее. Вот видите, да? Мне просто не интересно. А фамилии зазвучат красивые. Ради бога называйте, я не поэтому не хочу. Я просто хотел сказать, что вот то массированное наступление, которое идет на малый бизнес, как по линии ассортимента, ну, например, мы же говорим, что потребительский рынок, торговля, значит, вот убирается пиво... Убирается пиво, убираются сигареты. А они составляют долю вот у тех продавцов, которые, значит, имеют магазины, приличную долю. Значит, это идет сокращение рынков, то есть точек продаж. И все это делается, поскольку у нас, по-моему, 70 регионов дотационных, да, если я не ошибаюсь, вы можете уточнить, да. Значит, то в дотационных регионах... Понял, понял. Хорошо, значит, злодеи, которые борются за чистоту нации, чтобы дети не курили и не спивались, они еще и малый бизнес убивают. Нет, вы знаете, проблема заключается в том, что если мы берем пиво, я вам отвечу, на самом деле есть законодательные акты, по которым милиция должна запрещать выпивать в общественных местах. Ни одного документа я не видел, чтобы милиционер кого-нибудь задержал. А вы хотите, чтобы хватали и не пущали? Или я понял, это был Илья Харбиков, Александр. Вы знаете, я не думаю, что идет целенаправленное наступление на малый бизнес. С другой стороны, когда мы говорим о поддержке малого бизнеса, конечно, мы ее тоже не видим и никогда не видели пока в России. Нет, нам нужен малый бизнес, мы цивилизованы, я же не спорю, я за малый бизнес. Малый бизнес, безусловно, нужен, и поверьте, самая большая проблема малого бизнеса не то, что там тысячу рублей в месяц на сотрудника, наконец-то, надо платить, которые не платили. Я считаю, что налоги должны платить, тем более у малого бизнеса они очень маленькие. Эти очень маленькие налоги не платить просто свинство. Проблема в том, что у малого бизнеса, вокруг него куча коррупции, невозможно снять помещение, невозможно выйти там на тендер за помещение и так далее, и так далее. Вот это действительно проблемы. Огромная проблема, я абсолютно согласен. И там кормится куча чиновников, вот проблема. Я сейчас еще пару звуков от радиослушателей приму, но я продолжу нашу беседу. Николай, я слушаю вас. Николай, итог-приемник, отключите, пожалуйста, а то вы фоните. Николай, вы здесь? Да, я тут, я слушаю вас, и прямо в шоке. Это мы вас слушаем. От заявления о том, что весь малый бизнес не платит налогов. Не весь, а большая часть. Ну так же точно можно заявить, что... Так, Николай, вопрос был конкретно к вам. Вы индивидуальный предприниматель? Да, я индивидуальный предприниматель, и я, так сказать, удивлен, удивлен, каким образом у нас ставится, так скажем, налоговая... Так, вы налоги платите? Конечно, я плачу налоги. Замечательно. Вас повышение этих отчислений убьет или нет? Конечно, я закрываюсь. И сейчас закрываются многие предприниматели, большинство закрывается у нас. Извините, пожалуйста, а чем вы занимаетесь, что вас способны убить 17 тысяч? За год. Ну, я не буду озвучивать, но я вот пришел в налоговую закрываться, сейчас я объясню. У нас человек даже посознал о том, что он балетную школу держит, вы-то чего боитесь? Давайте я объясню причину, почему меня убьет 17 тысяч. Потому что я живу не в Москве. Я живу в маленьком недвижнем углу, где у нас обороты совсем не московские, поймите правильно, да? У нас зарплата у рабочего 6 тысяч рублей. Вот он зарабатывает 6 тысяч рублей, здесь стоит у станка круглые сутки, зарабатывает с парчика 12 тысяч рублей. Это считается коллективным специалистом. То есть и мы здесь живем совсем в других реалиях. Если у вас в Москве, так сказать... Извините, а что вы производите? Николай, еще раз вопрос от Александра Мальца. Произвожу я услуги, давайте так говорить. Работающий у станка за 6 тысяч, он что делает? Что делает? Точит детали. Вы знаете, мое мнение, бизнес... Обтачивает, скажем так, эти задвижки. Может быть, я не прав, но я думаю, что я прав. Вы живете в другом мире, поймите. Вы живете в мире двигающих небоскребов. У нас тут таких нет. У нас тут нет, понимаете? Нет, нет, нет. У вас есть небоскребы, у вас совершенно другие. Компания «Евросеть» работает во всей стране, и мое мнение, что производство, на котором надо платить... «Евросеть» — это все хорошо. Это все хорошо. Производство, на котором надо платить. Николай, одну секундочку, дайте Малюсу высказать, Александр Адольевич. Николай, вы можете секунду помолчать? Вы знаете, мое глубокое мнение, что производство, на котором нужно платить рабочему, который 10 часов в день точит детали 6 тысяч рублей, оно должно умереть. Правда, у нас очень много... А куда рабочему деваться? Рабочему есть куда деваться, поверьте. Вот мы пытаемся найти сотрудников за большие деньги, и тоже сложно это. Секунду, Александр, вопрос к Николаю. Николай, у вас в вашем медвежьем... Николай, вы можете выслушать мой вопрос? А то с вами хорошо есть известную субстанцию, вы рта не даете раскрыть. А вопрос к вам прямой. У вас есть в вашем медвежьем уголке представители федеральных сетей, торгующих телефонами, цифровой техникой и так далее? Да, есть, конечно. Замечательно. А народ где покупает? У них или у малых предпринимателей, которые, может быть, маленькая лавочка, телефоны, скорее всего, сильные? А покупают по-разному. Вот делают связной скидку, да, связном покупают. Но, тем не менее, в федеральных сетях. Потому что там как-то что-то... Ответ принят. Спасибо, Николай, за ваш звонок. Юрий. Юрий. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотелось бы, чтобы там вот выступающий все-таки рассказал про седьмой континент. Хорошо. Я тут недавно вел с ними переговоры по каким-то... Юрий, вопрос был простой. Вы индивидуальный предприниматель, бизнесмен? Да, я... Налоги платите? Платим. Все? Платим налоги. Все? И я хочу сказать, что... Юрий, вопрос. Все налоги? Я плачу налогов по отношению к обороту. Гораздо больше, чем платит Магнит, Х5 Ритейл Групп и все остальные вместе взятые. Вы платите все положенные налоги или нет? Вы вопрос слышите? Все положенные налоги. Отлично. Вас убьет повышение этой ставки или нет? Я нахожусь на общей системе налогообложения. Меня это не коснется. Но это коснется моих клиентов. И если не секрет, чем вы занимаетесь? Производство продуктов питания. Спасибо большое. Юрий, про седьмой континент обязательно расскажем. Слушаю вас, Николай. У меня вопрос... Не то, что вопрос. Я тоже предприниматель. Сам платит все, что положено. И никакие... Реально, по большому счету, ничего не убьет. Ну, вот я в середине разговора слышал, ведь, про сантехника. Про сантехника? Мне показалось, что вот человек... Я не запомнил, кто это говорил. Это Александр Малес, президент Евросети. Да, но реально мне показалось, что он затронул очень интересную тему, очень большую. Потому что рынок строительных услуг, рынок очень многих услуг, он держится не на индивидуальных предпринимателях, а на частниках, которые действительно... Не платят налого. Но частники есть индивидуальные предприниматели. Это не зарегистрированные индивидуальные предприниматели. Александр, вопрос простой. Он, на самом деле, эклама и колье. В свое время, я сейчас не помню, лет пять, по-моему, назад, у нас государство резко выступило против машин с правым рулем. Помните, атака на Дальний Восток. И вот ситуация такая. Для меня она абсолютно неоднозначная. Мой покойный друг Царства Ему Небесной, хозяин Дженсера Игорь Пономарев тогда выступил категорически за, и мы с ним все время спорили. Значит, существует практически целый регион, который живет за счет этого, в общем, малого бизнеса. Налогов, как мы понимаем, особо не платят. Таможенные платежи платят, но там тоже всякие шахермахеры на этом были. Не платят, но обеспечивают занятость целому региону. Государство издает декрет. Малый бизнес практически умирает. Японские машины при этом... Ну, смешно же, да? Там, я не помню, построили они завод Лада, который... Игорь, давайте посмотрим на эту вещь там более цинично. Весь регион, вот у нас есть гигантский регион, Дальний Восток. И мы, чтобы им не заниматься, бросили кость в виде японских машин. По-хорошему, вот если уж так посмотреть на это государственно, да, это один из самых богатых в мире регионов. И живет бедно до безобразия. Это как так может быть? И мы ему бросили кость, ребят, чтобы вы не сдохли с голода, возите японские машины. Правильно, тогда государство должно было... Еще чем-то позаниматься. Правильно, но тогда государство, Илья, вопрос к вам. Государство должно было параллельно сказать, ребята, мы загубили все, включая военную отрасль там. Мы разворовали весь край. Мы могли бы заниматься рыболовством. Я не думаю, что государство разворовало. Я думаю, что просто государство не занималось теми, кто разворовывал. Ну, секундочку. А кто разворовал сейчас строительство острова Русский абсолютно бессмысленно и никому не нужное? Государство не следило за ними просто. На самом деле, про остров Русский отдельная история, не стоит даже его касаться. Почему? Но то, что мы видим, у нас неэффективное руководство. Проблема в чем? Посмотрите, государство говорит, что нам недостает пенсионный фонд около 1 триллиона рублей. Значит, и вот те 47 миллиардов пытаются, но ничего не получается, потому что бизнес потянулся просто сдавать свои эти объекты и уходить в тень. Вот то, что вы сейчас говорите, это не причина, а это следствие. Он и был в тени. И ему сказали, давай, плати полторы тысячи. Он сказал, теперь я официально ухожу в тень. Я еще раз повторяю, дело не в полутора тысячах, а дело в комплексе подходов. Но я закончу. Дело в том, что посмотрите, тот триллион, о котором идет речь, который нужно как-то пытаться в пенсионный фонд добыть, этот триллион на сегодня, по данным Степашина, его отчет, вы помните, разворовывается на госзаказах. Значит, можно ли сказать, что у нас эффективное руководство в стране? Да, для этого не нужно такое предисловие длинных. Согласен. Понятно, что украли, понятно, что денег не хватает. У Куртова Негода, помните, была такая книжка «Колыбель для кошки», там был 14-й том собрание сочинений Баканона, да? Я вот о нем расскажу после выпуска новостей, это на самом деле буквально на 5 секунд история, но мы через минуту вернемся в студию. Ну что ж, мы возвращаемся в нашу студию, у нас еще много звонков радиослушателей, но я про Баканона расскажу. У него там было такое 14-й том собрание сочинений, которое заглавится было длинно. Может ли разумный человек, учитывая весь опыт предыдущей истории, надеется хоть на малейшее светлое будущее? А 14-й том состоял из одного слова и точки, нет. Поэтому, Илья, без предисловия, то, что государство разворовало, это уже общее место, я предлагаю не об этом. Ну, сейчас радиослушатели послушаем. Анна. Ага, здравствуйте. Ага, здравствуйте. Я индивидуальный предприниматель, но я плачу налоги. А хотел сказать о другом. Вот я строю дом, например, вот именно про строителей, строительный бизнес. Вот эти всякие ООО, мелкие компании, они, конечно, не платят никаких налогов. И вообще воздействовать на них как-то очень сложно, невозможно. Спасибо. И тогда сразу возникает вопрос, Александр Анатольевич. А вот скажите, мне нам вообще малый бизнес нужен? Нам что нужно сделать? Существующих, сейчас, я сформулирую, существующих индивидуальных предпринимателей придушить, либо заставить их платить больше, либо тех, кто находится в тени, из этой тени вынуть? Нам нужно много чего. Ну, во-первых, нужно одну мантру о том, что малый бизнес – это наше все. Я бы с ней поспорил, потому что, в общем-то, большое количество малого бизнеса – это признак как раз слабой экономики. А Евросетия – это бизнес какой, средний? Это крупный бизнес, очень. Но это неважно. Вопрос в том, что, конечно, малый бизнес нужен. И более того, нужно, чтобы ему было хорошо, удобно, комфортно. Но при этом, конечно, он должен платить налоги. Они не очень большие. И мне кажется, что… Вы знаете секрет, как заставить малый бизнес платить налоги? Вы знаете, секрет несложный. Мы видим это в очень многих странах, которые это прошли. И поверьте, что у вас в той же Америке, о которой много говорят, да и не только Америке, вас проверят, откуда у вас машина, и могли бы ли вы ее заработать. Делают подставные заказы, вызывая того же сантехника и давая ему налом. Я хорошо знаю, как в Америке борются с нелегальными таксинами. Я вам могу сказать, что если компания Евросеть по какой-то технической причине на два дня позже заплатит налоги, а мы только в бюджет Москвы, например, платим 5 миллиардов рублей, в бюджет и всех остальных регионов тоже большие суммы. Вот мы на два дня позже заплатим, нас просто растерзают. А если кто-то не платит, но нам проще, да, позвонил, и те сразу миллиарды кинулись. А тут нужно заниматься достаточно большим рынком, потому что если бы предприниматели платили 6%, все, честно, поверьте, вопросов было бы гораздо меньше у того же государства. Илья. Ну, в первую очередь тезис по поводу того, что слабое государство, если много малого бизнеса, слабая экономика, до 80% доходит количество малых предприятий во всех цивилизованных странах от 60% до 80%, да? Это и поэтому они слабые, поэтому у них кризис, да? Ну, Александр, ну это чушь, да? Ну, это правда. На самом деле у сильных стран сильный малый бизнес всегда. Более того, они умеют встраиваться в взаимоотношения с крупным бизнесом, и там во многом крупнейшие корпорации Японии, они построены в Северном. Не надо нам рассказывать, как говорят в Одессе, за малый бизнес и за воровскую государство. Теперь по налогам. Рецепт конкретный, как заставить платить честно налоги. Вот смотрите, Таиланд, да? Значит, там вот этого вот потребительского рынка огромное количество. Пожалуйста, у тебя два счетчика стоит на твоем кафе или на твоем, я не знаю, там. Значит, счетчик на воду, счетчик на электроэнергию. Чем больше ты работаешь, тем больше ты плачешь. Ну, понятно, что там вот король, ему принадлежат вот электроэнергия и вода, но я хочу сказать, что самые простые формы, они важны, да? И во многих странах для вот такой категории бизнеса существует максимальное упрощение налогов. А это вот сейчас... Так и у нас существует... А что может быть проще, чем заплатить 6%? Уже проще нет. Проблема в том, что все равно культуры платить не... А я же их понимаю. Предприниматель думает, я сейчас сам отдам свои 20 тысяч рублей. А они потом, читая в газетах, 3 миллиарда украли. Да эти мои 20 тысяч никому не помогут. Нет культуры платить налогов и это можно только насадить. Давайте так, зарегистрированные индивидуальные предприниматели налоги платят. Их проще заплатить, чем не платить. Не платят многие. Кто работает с налом, мы же видим очень хорошо эту историю. Да это не только... Смотрите, вот меня сегодня обвинили в том, что я типа воюю не с системой, а с индивидуальными проявлениями. Объясняю, да? Позавчера подрезает меня маршрутка, не поворачивает носу, я выхожу из машины уже взбешенный, опаздываю, открываю дверь маршрутки. Сидит обкуренный узбек и разгорит по телефону. Кто у нас нанимает нелегальных мигрантов? Дворниками, водителями. Я ничего против них не имею. Но мне интересно, кто. Мне сегодня еще объясняют. Не пойдет никто за 10... Достаточно приличная компания. А за 10 тысяч не надо. А за 10 тысяч не надо, потому что на самом деле выписывают на этих дворников 30 тысяч. А платят им десятку. А может и 50. Вы знаете, Александр, я недавно, как выяснил, даже большинство из моих знакомых, я поскольку к цирку имел в свое время отношение, я эту историю знаю. Кто в цирке был самым богатым человеком? Как вы думаете? Клоуны? Нет. Осветители какие-то? Нет. Люди, которые работали с лилипутами. С маленькими, как это называется, в цирке. Снимали 10 номеров на гастролях, а клали их поперек в одну кровать. Это реальная история. Это были самые богатые администраторы. Администратор у маленьких назывался. То же самое происходит с нелегальными. Это все администраторы у маленьких, потому что они получают деньги, чтобы платить им 30 тысяч, платят 10, и они живут в рабских условиях. Кто виноват в этом? Вы думаете, они платят налоги? Я уверен, что они не платят налоги. Вообще, единственная крупная проблема, которая у нас есть, она всего одна. Реши ее, у нас будет счастье у малых бизнеса и у большого. Называется коррупция. Всего одна проблема на всю нашу страну. Правда. Потому что из-за коррупции малые предприниматели не платят налоги. Если бы они платили, не было бы вопроса с этим повышением и так далее, и так далее. Зачем сделали это повышение? Потому что смотрят, что в среднем даже 6% не платится. Так мы их обяжем хотя бы полторы тысячи лишних докладывать. Вот в чем была логика государства. У нас есть на нашу страну одна всего проблема. Называется коррупция. Нет, я, конечно, не согласен. И дороги тоже решатся, если не будет коррупции. Я с этим согласен. Это не главная проблема. Вот мы тут с моим любимым Мишей Делягиным пришли к выводу оба. У нас проблема не коррупции, а в том, что власть не хочет развивать страну вообще. Не хочет вкладываться в инструменты развития. А тут уже... Хочет, я думаю, что если... Хочет, но не может, это... Нет, я уверен, что нет у нас в государстве какого-то злодея, который думает, а я вот хочу, чтобы Россия была медвежьим углом. Она просто не думает об этом. Я даже думаю, думает. Ну, я общаюсь со многими людьми с власти, но думают они об этом. Но проблема в том, что иногда надо наступить кому-то на горло, а жалко. Сейчас, Илья, радиослушатели, пару звонков буквально. Николай, коротко. Ну, в общем-то, у меня, в принципе, ОООшка есть, да, крупная компания. Здесь мы платим налоги. Вот, но есть также малый бизнес. И, в принципе, на самом деле, я считаю то, что нужно сначала развить до определенного оборота, а потом просто регистрировать и уже платить налоги. Нет, регистрировать до того, но иметь налоговые каникулы. Кстати, вполне разумно. Спасибо, Николай. Я вот с этим согласен. Малый бизнес должен быть на какое-то время. Освобожден, уплатно введен в легальную пользу. Пожалуйста, входи. Там первые три года можешь не платить налоги. Нормально. Потом перерегистрируешься, еще три года не платишь. Ну, закрыть вот эту вот историю. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, на самом деле правила постоянно меняются. По той же самой пенсионной реформе. Несколько лет назад там ЕСН был, да, потом отменили ЕСН. Вносы сделали. На ЕСН, когда была ситуация, да, там было три группы населения. Ну, ползрастом делились правильно. Потом правила поменялись, стали две группы населения. В результате у меня вот сотрудники, те, которые как раз в эту группу попали, а где мои деньги? Опять правила поменялись. Сейчас вот опять что-то... Абсолютно согласен. Роман, так вы налоги платите? Я налоги за себя плачу, но дело в том, что я работаю, я бухгалтер, я работаю с иностранцами. Мне вопрос задают. Роман, а за что мы должны пенсионные взносы платить, если мы в Россию приехали назад работать в контракт? Это хороший вопрос. Спасибо, Роман. Илья, вы хотели что-то сказать. Я хотел сказать, что не только коррупция является у нас проблемой. Дело в том, что у нас три сектора по причастности. Это власть, бизнес и общественные структуры. И вот коррупция – это соединение власти и бизнеса. И общественных структур. Нет, секунду. Я абсолютно согласен с Александром. Сейчас, сейчас, одну секунду. Дело в том, что соединение власти и общественных структур, оно ведет к сурковской демократии. Как она там называлась-то? Суверенной. Суверенной, да? А соединение бизнеса и общественных структур ведет к нарушению прав потребителей. Я вам скажу в целом. Мы видели разные режимы. Вот правда, не мое дело там обсуждать политику. Я считаю, что наша власть в этом отношении, наверное, надеюсь, понимает больше, чем я. Но я могу сказать, какой бы ни был режим, тирания, демократия, что хочешь, где нет коррупции, там развитие больше. Где коррупция уменьшается, даже если она есть, но она уменьшается, например, как Китай, там развитие больше. И наоборот, какая бы демократическая страна ни была, если коррупция увеличивается, развитие меньше. Вот эта связь точно есть. Поэтому, честно говоря, там есть у нас политики, они, так сказать, понимают, какой строй нужен России, это не мое дело. Но коррупции быть не должно в любом случае. Я предлагаю сейчас, Илья, голосовалку устроить. Значит, уважаемые радиослушатели, короткий номер 5533, русская буква А, если вы платите налоги, являясь индивидуальным предпринимателем или малым бизнесом. 5533, русская буква Б, и если вы не платите налоги, поехали еще раз. Не платите в полном объеме. Все платят от налоги. Не платите в полном объеме налоги. 5533, короткий номер А, если платите, Б, если не платите в полном объеме, Илья, простите, что перебил. Да, просто, когда мы говорим о коррупции, вы сказали, политика не мое дело, еще что-то не ваше дело. Это не я сказал, ты это мало сказал. Да-да-да-да. Мы похожи на это в виду. Нет-нет-нет. Значит я могу сказать Он в кипе и волосат, а я без кипа и без волос Я и показывал в его сторону В сторону Александра Дело в том, что являясь экспертом Национального антикоррупционного комитета Я могу сказать, что для того, чтобы Реально бороться с коррупцией С той проблемой, которую вы называете номер один Нужна политическая конкуренция Это принципиальная составляющая Независимый суд, независимые средства массовой информации И общественный контроль Вы назвали один из рецептов Поверьте, коррупцию в том же Сингапуре Победили без независимого суда Без демократии, без ничего Посадив, как говорил Ликванью, двух ближайших друзей А где здесь суд и независимый Их что там независимым судом судили Он просто сказал, так, вот эти двое садятся Отлично Вы только что, между прочим, это самое призывали Рецептов много, поверьте Если есть политическая воля Можно победить, что хочешь Вы знаете, как все общественники, вы же не обижайтесь За все хорошее против всего плохого Мы тоже с Александром за это У меня вопрос Как развивать в стране малый бизнес Конкретный рецепт Вот я там предлагаю устроить налоговые каникулы А за нарушение потом Без карать Это, пожалуйста У нас, кстати, так 62,50 на 37,50 62 платят в полном объеме 37,50 Мы больше Всегда за это стояли За то, что нужно Вы знаете, даже если это и правда И у нас всего лишь 37% предпринимателей Не платят налоги Это, извините, тоже бред Ну, из тех, кто нас слушает Да Так, подождите А, поверьте, многие сейчас Александр Крутят трубы и нас не слушают Естественно Александр, вот послушайте внимательно У нас в государстве Кстати, пришло письмо от радиослушателей Я его зацитировал, потому что Полное отношение к тому, что По совокупной налоговой нагрузке на бизнес Россия обошла практически все крупноэкономически Развитые страны Согласен У нас невозможно работать Ни в каком бизнесе Если ты не индивидуальный предприниматель И честно платить налоги Их не оптимизируя Потому что маржа бизнеса становится Никакой Вы знаете, возможно, Евросоюз, например, платит все налоги Но я вам могу сказать У вас обороты огромные Ну и что? И налоги огромные Это страшно сложно Вот я просто скажу Не просто сложно А страшно сложно платить все налоги А вот было бы государство Смотрите, все же очень просто Точнее, сложно Государству нужно что сделать? Государство понимает Что, ежели бы По идее, в идеале, должно понимать Я вам больше скажу Налоговая зарабатывает больше, чем Евросеть От Евросети Главное, чтобы налоговики не зарабатывали больше Нет, мы не платим взятки Мы платим налоги Но они больше, чем наша прибыль Они найдут способ Так вот вопрос Значит, по идее, государству должно быть выгодно Чтобы в казну шло В стране развивался бизнес В казну шло больше налогов Не дайте несчастную Евросеть А сделайте три Евросети с меньшей налоговой нагрузкой, чтобы налоговых поступлений было больше. Не делает этого государство? Не делает. Государству выгодно, по идее, чтобы было огромное количество малого бизнеса, который хоть копеечку бы платил. Государство чуть-чуть делает, я считаю, что с индивидуальными предпринимателями достаточно разумные шаги, но в целом бизнес в стране и предпринимательство душатся, правильно? Приоритет определен. Оно не душится специально, просто, к сожалению, так уж все устроено, что это российская беда и, скажем, полторы тысячи лет это началось давно, коррупция. Это мы после выпуска новостей обсудим. Ну что, возвращаемся в студию, это парадокс с Игорем Витлем, 6510996, наш номер телефона, или пишите нам на странице финам.фм. В гостях у нас Александр Мальц, президент Евросетии, Илья Хандриков, писатель российского движения, за честный рынок. Илья, я сейчас зачитаю, просто куча писем для Александровича пришло. А где же на три Евросети найти трех чечваркиных, у которых их можно отнять? Один сглупил и пострадал, так два других хорошо подумают, прежде чем в строкой стране создавать новые Евросети, которые все равно отнимут... Это тот же вопрос коррупции. Вопрос директора Евросети, как там чечваркин поживает, назад у него Евросеть не требует ли? Марина нам пишет, я всегда слушаю, уважаемую вашу ведущую программу, но сейчас переключаюсь, потому что надоели ваши эффективные менеджеры. Они ничего не решают, как им скажут, так они и станцуют. И еще, уважаемый Игорь, уточните у господина из Евросети, какую часть зарплаты своим сотрудникам они выплачивают в конвертах, и какая у них текучка кадров. И вообще хорошо послушать людей из регионов, они из Москвы, но из регионов тоже звонили. Но Евросеть не выплачивает никакую часть в конвертах, текучка кадров у нас достаточно нормальная для ритейла, это порядка 70%. Какой-то был еще кусочек вопроса. Какой был еще кусочек вопроса, как поживает Чичваркин? И первый был вопрос... Чичваркин, насколько я понимаю, поживает неплохо. Ну, а не требует ли он назад, очень-то у него евросийцы спрашивают? Он не требует, потому что он ее продал, продал за достаточно большую сумму денег, и на эту сумму денег очень хорошо живет в Лондоне. Насчет очень хорошо я бы поспорил. Очень хорошо. Я с Женей недавно общался. Так что второй был вопрос. Кстати, на самом деле абсолютно правильный был вопрос. Вот если как бы пример Чичваркин. Он, конечно, продал, но продал под нажимом. Он продал компанию в кризис, извините, по оценке 1,3 миллиарда долларов. Это очень хорошая цена. Кстати, спрашивает еще Александр, а повышение аренды в три раза это не душилого бизнеса? Повышение аренды это душилого бизнеса, но вопрос в том, что мы говорим сейчас про Москву, там же раньше аренда для конечного съемщика для большинства не поменялась. Просто раньше была прокладка из чиновников, которые эти деньги забирали. Да, есть многие, для кого поменялось. Я 23 года руководил бизнесом, и вы мне открываете глаза. А, если вы платите налоги в полном объеме, Б, если нет, русская буква, русская буква. Сейчас, Илья, послушаем Олега. Олег. Здравствуйте. Вы знаете, необычный совершенно вопрос. У меня раньше был крупный бизнес, потом была примерно такая идея, как Чичваркин. Хоть директор говорит, что это как бы все, что он продал его за адекватные деньги, но все-таки это было не так. Но смысл вообще другого, что я хочу сказать. Вот касательно коррупции налогов, вы знаете, мне кажется, что вот эта позиция, что у нас экономика не развивается из-за коррупции, она фундаментальная и правильная. Потому что в сущности коррупция – это как бы увеличение налогов, налогового бремени на бизнес. Тогда мы должны занять позицию, что Илья, почему нет. А я вам объясню. Знаете, налоги – это хотя бы вещь, которую ты можешь планировать, а коррупция – это вещь, которую ты не можешь планировать. Если налоги ты можешь распланировать вперед на 10 лет в зависимости от своего развития, то коррупция – это такая штука, которая один день может постучаться к тебе в дверь и очень тебя удивить своей суммой. Поэтому, в отличие от налогов, которые могут быть большие, неподъемные, но ты можешь просто заранее понимать, что они такие, и, например, не заниматься чем-то, то коррупция – это такая штука, которая придет к тебе, когда ты уже разовьешься и заберет у тебя совершенно неожиданно. Извините, но тогда получается, что если все-таки коррупция планируемая, например, вот есть вход на некий рынок, и я знаю, как предприниматель, что образно это 20% дохода, тогда все-таки вы согласны? Нет, не согласен, потому что, когда вы заплатите 20%, вы войдете на рынок и разовьетесь на нем, к вам придут и заберут все 100%. Я могу здесь согласиться с Александром, хотя многие вещи, которые он говорит, они меня просто ужасают, да? Вот, в частности, прокладками по поводу... Да, есть прокладки, но процент небольшой. Они не есть. Если возьмем Москву... Но процент небольшой по арендной плате. По арендной плате. Наверное, мало кто в аренду берет помещение, сколько мы. Мы берем 5,5 тысяч помещений в аренду. Поэтому... Но вы на вторичном рынке берете помещение. Мы берем на всех рынках, и поэтому я могу сказать, что если брать Москву, например, по состоянию на год назад, 99% стрит-ритейла было через прокладки. То, что бралось от города. 99% и прокладки. Через чиновников. И это чиновники, конечно. При этом я согласен с вами. То есть вы участвуете, Александр, в коррупционных схемах? Мы берем у неких фирм... А они уже участвуют. А тут мы что можем сделать? Ну да, это такой... А что... Нет, так и вот... Нет, не надо изображать из себя... Я не изображаю девственницу-патриотку. Дайте, мы все тем или иным способом... К сожалению, нам приходится участвовать в этих схемах. Нет, ну, давайте я могу сказать, что если брать опыт Москвы... А последовательный путь, по крайней мере, будет приличный. У меня есть некоторые претензии, да, к мэрии, но было совещание у мэра Собянина, где я ему показал, прям сказал, вот вы сдаете помещение за 20 тысяч рублей, мы это же помещение снимаем за 200. Кто получает, извините, 180? И они вняли и как раз пытаются что-то сделать. Другое дело, что иногда топором, к сожалению. Я хочу вернуться к вопросу о коррупции. Вы совершенно правильно сказали, что коррупция эта штука не регулируемая по ценам, потому что до 2000 года взятка была универсальным ключом, можно было любую дверь открыть. После 2000 года, особенно когда активность силовиков появилась, мы видим, что у тебя реально могут отнять бизнес. То есть сначала берут взятки... Бизнес, свободу и жизнь. Да, да, абсолютно верно. И риски сегодня настолько высоки, что на самом деле стоит взвешивать, стоит ли заниматься бизнесом или нет. Другое дело, есть сектора, которые высоко доходные, может быть, там ниши еще не разработаны, конкуренция невысокая, но в целом, когда мы говорим, у нас безумное налоговое бремя, и специалисты, кстати, на РБК, один из специалистов этой зимой, говорил, что на годы расписано повышение налогового бремени. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим, что вот там на сколько-то тысяч, на полторы тысячи в месяц, или там на три тысячи в месяц, мы видим, что это просто обкладывает мощнейшим образом. Согласитесь, что если бы случайно сказали, вы знаете, мы вам повышаем не под полторы тысячи рублей в месяц, а на пять, но за это вот никаких у вас проблем больше не будет, ни чиновников, ни голову морочить. Согласились. Все бы согласились сказать, да слава богу. Ну я не верю. Значит, коротко, у нас осталось совсем мало времени. Илья, ваш рецепт отношения государства к малому бизнесу. В налоговой политике, что должно государство поменять? Что должно государство сделать, чтобы и рыбку съесть, и малый бизнес не убить, и с налогами не облажаться? Хорошо. Да. Ну, во-первых, мы пытаемся, и вот, наверное, будет Всероссийская конференция по предпринимательству, мы бы очень хотели проанализировать за последние два года все законодательные акты, ухудшающие положение малого бизнеса. Теперь возвращаясь к тому, что бы надо было сделать. Вы знаете, а рецепты уже все есть. Они в цивилизованных странах. Вот этого у нас нет. У нас нет желания помогать. Возможно, по глупости, вот сейчас, как ЖКХ в Мурманской области в несколько раз повысили. Понимаете, это есть глупость, да? Но, возможно, по злому умыслу, потому что есть интересы, есть приоритеты и так далее. Поэтому на сегодня малый бизнес, когда говорят, что Россия должна там по показателям к 2020 году выйти на 20-е место, этого не будет. Потому что сегодня мы видим, что никаких тенденций к изменению нет. Только негатив, к сожалению. Александр. А я считаю, что малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес имеет гораздо больше, что его объединяет, чем того, что его разъединяет. И я думаю, что, к сожалению, в России пока вопрос с коррупцией не будет решен. Ни один вопрос не будет решен. Хорошо. Помимо коррупции, вы знаете, что должно сделать государство? А помимо коррупции государство должно установить некие правила, в том числе налоговые, которые бы не менялись, ну, скажем, 10 лет. Согласен. Пока не будет консолидации бизнеса в сообществах, в союзах производителей товаров и услуг и работодателей, и туда не войдет массово, как во всех цивилизованных странах, или 80, или 100 процентов, где обязательное членство, например, в палате торгово-промышленной, не будет защиты интересов. И омбудсмены, которые сегодня, так сказать, назначаются, они должны быть надстройкой над союзами работодателей, защищающими интересы бизнеса. Это вы на титово наехали, что ли? Я не на титово наехал, я сам себя вижу в этой сфере. 70-30 у нас, где 70 процентов платят, 30 нет. Александр, да, есть еще один вопрос. А вот на рынке, на котором работает Евросеть, мобильные телефоны, мелкая цифровая техника и так далее? Самый главный поставщик НАО для АБНАЛа, это кто? Это мелкие предприниматели, это всем известно, вот с ними даже иногда борются. Откуда берется АБНАЛ? Человек платит за телефон, это миллиарды рублей и долларов. Потом это продается в АБНАЛьной конторы. Ну, это известно всем. Я не про это, а в серую сколько сейчас продается? Когда-то вот Чучеваркин... Ну, сейчас процентов уже 10-15. То есть удалось. А вы помните... Нет, было два года назад три. А то сейчас обратно регресс. Обратно растет очень сильно. Но начинали-то со значительного более того... Но это было в 2000 году, в 2000... Все крупные сети, Александр, но все крупные сети ввозили телефоны в серую. Все, конечно. В 2009 году, когда вот я пришел работать за Евросеть, это было 3%, сейчас уже 10-15. Вы знаете, вот мне нравится, когда... Серая. Александр, только, ради бога, не воспримите это на свой счет, но вообще, когда бизнесмены, которые все прекрасно знают, чем они занимались в 90-е и в начале 2000-х, начинают учить нас, в том числе и малый бизнес, о плате налогов. Очень грустное впечатление. Как говорил Давлатов, наибольшие ханжи, это завязавшие женщины легкого поведения алкоголики. А вы знаете, в этом отношении мне очень хорошо, потому что... Вы в тот момент занимались другим бизнесом. И в тот момент у нас был другой бизнес, и мы тоже платили налоги, и были белые вороны. Потому что, мне кажется, мы тогда вообще просто одни. Мы и Газпром. Поэтому я в этом отношении, чисто перед своей совестью, платили налоги всегда. А я же и говорю, что это не право. Я горжусь тем, что мы платили все налоги. Слушайте, я вас... Вы не на допросе пока же. Я говорю, горжусь тем, что... Но проблема у нас все равно коррупция. И Россия, я согласен, что наша демократия, она действительно отличается от других. И решить, как в других, профессиональными союзами, отраслевыми сообществами, помышленной палаты, нет. Только волей высших государственных чиновников это можно решить. Все. Вот будет у них воля, не будет коррупции. Я надеюсь, что вы не в списках финмониторинга, да? Потому что красиво говорить, да, красиво говорить, понимаете, о том, что вы все платите. Я знаю, крупный бизнес, как укрывает, через какие схемы укрывает свои налоги, и валить все на малый. Да, малый на виду, потому что он не может вывести воршор. Нет, мы сейчас поговорили про конкретную вещь. А если вы можете это сделать, и вы сейчас нам не скажете, что вы укрываете. Мы говорили про конкретную вещь. Знаете, как у Ерофеева было далеко же дошла ты, Дашенька, в поисках собственного я. Мы говорили про полторы тысячи рублей. Убьет это? Вообще, потом мы стали говорить о политике государства в отношении малого бизнеса. И Александр стал обвинять в малый бизнес. А вы вместо того, чтобы поддержать это дело, начинаете друг с другом, я не скажу это слово в эфире, мягко говоря, драться. Я думаю, что у нас время подошло к концу. Нас сталкнут улыбами. У нас в Голостях был Александр Мальц, президент Евросети, Илья Хандрикова, представитель всероссийского движения «За честный рынок», и я, Игорь Виттель. Завтра в то же время в эфире. Спасибо.